Поток. Михай Чиксент Михай. Это не книга какого-нибудь бывшего журналиста в стиле «Пожелай, захоти, сделай», который написал Брайан Гриффин, и в которой сказано, что если чего-то очень сильно хотеть и представлять себе, то оно обязательно у тебя появится. Если бы это было правдой в моем душе, давно бы жила Марго Робби. И не из тех, которые выстреливают, потому что потакают идеи обывателя о том, что он нищий и тупой не из-за себя, а из-за них. Кого? Ну, этих самых них, портителей жизни. И это не какая-нибудь эзотерическая лабуда. Многие могли так подумать из-за слишком поэтичного и простого названия. Поток звучит как голос или портал. Какого-нибудь бывшего охранника из супермаркета или таксиста, который внезапно начал слышать голос и записывать его, перепечатывать саинтологию. Нет, Михаил Чиксет Михаил, профессор психологии, декан факультета психологии Чикагского университета, одного из лучших гуманитарных университетов мира. Давай-ка разберемся. Ты профессор психологии? Нет? Тогда тебе точно есть о чем послушать. Идея потока, потокового состояния, это результат его исследований человеческой психики на протяжении нескольких десятилетий. Вообще все его научные исследования на протяжении всей жизни так или иначе были связаны с пониманием, ощущением и созданием человеческого счастья. То есть с твоим счастьем. Этот талантливый и умный человек потратил всю свою жизнь на то, чтобы ты не плакал после секса. О чем эта книга? О том, что это самое ощущение истинного, настоящего счастья, которое все ищут, появляется не во время отдыха. Не когда ты лежишь с бокалом мохито на пляже в шезлонге, или когда ты лежишь с ведром самогона за баней просто на земле. Нет. А во время, сейчас будьте готовы, работы. А что дальше, скажет обыватель? Правильно питаться? Не бить свою жену или маленького ребенка? Не делать татуировок? Что еще выдумают эти безумные ученые? Проблема в том, что обывателю с детства вбивают в голову мысль, что труд это наказание. Труд это то, что нужно терпеть. Труд это необходимость, которую нужно презирать. А безделье это идиллия, рай. Это конечная цель любой работы. Пусть многие и не говорят это открыто, но считают так почти все. Все говорят, что труд это важно, и что это нужно, и что это культуризирует человека. Но люди так говорят не потому, что считают так, а потому, что говорить так это признак адекватности. На самом деле любят свою работу единицы. В этой книге Чик Сент-Михайи и прорабатывает подобные взгляды. В результате исследования, о которых он здесь рассказывает, он приходит к выводу о том, что по-настоящему человек счастлив бывает только во время работы. А во время отдыха может быть счастлив, только если эта работа была сделана. Но не простая работа, а именно та работа, которая вводит его в потоковое состояние. У этой работы должно быть три условия. Первое условие. Работа должна нравиться. Второе условие. Работа должна быть настолько сложной, чтобы человек не мог во время ее отвлекаться на что-то другое. И третье, чтобы она была настолько простой, что человек не уставал очень сильно прямо во время этой работы и не терял интерес. Может быть и звучит немного сложно, но это самая обычная деятельность. Этот баланс в работе Чиксиат Михайи и называет оптимальной загруженностью. Что именно происходит в этом необычном состоянии? Если говорить очень просто, то во время потока наши деструктивные части нашего сознания как бы притихают. А созидательные, творческие, амбициозные, наоборот, активизируются. То есть активизируется наш потенциал, который в обычном режиме сдерживается различными действиями эго. Такими как критическое мышление, страхи, неуверенность в себе, комплексы неполноценности. То есть тем, что в разной степени есть у каждого человека. Для разных людей потоковое состояние достигается во время разной деятельности. У кого-то это вождение, у кого-то спорт, у кого-то готовка, у кого-то видеоблоги, у кого-то писательство, у кого-то прогулки. Это совершенно разные виды деятельности. Но чем чаще это самое потоковое состояние присутствует в жизни человека, тем он счастливее. И во время работы, и отдыхая потом, после этой самой работы, ощущая удовлетворенность от потоковой деятельности. Чиксиат Михайи придумал и часто использует в этой книге понятие психологическая энтропия. Это когда пассивный отдых вместо того, чтобы приносить радостные пролежни, приносит грустные пролежни. То есть тоску, фрустрацию, депрессию. И индивид не понимает, я ведь два дня просто лежал и ел, почему я несчастлив, почему я не бодрый, почему мне не хочется жить. Психологическая энтропия. Она фоном всегда присутствует по умолчанию в нашей жизни. И если ей не сопротивляться при помощи потоковой деятельности, она начинает заполонять нашу жизнь и наше сознание, вызывая стагнацию и уныние. Это такое свойство нашей психики, что когда нет в нашей жизни задач, которые нам нравится выполнять, она сразу же начинает действовать. И чтобы сопротивляться этой самой психологической энтропии, и нужно заниматься деятельностью, которая вызывает состояние потока. Теперь к тому, что интересует всех в подобных психологических книгах. Как с помощью этой книги разбогатеть и отомстить всем, кто над тобой насмехался? Ответ прост, но это моя личная вывод-формулировка. Чик Сент-Михай об этом не пишет, потому что бабло его не сильно интересует, это его не первый бестселлер. Нужно заниматься этой самой потоковой деятельностью и создавать для нее все благоприятные условия в жизни, а потом уже придумывать, когда она уже есть в твоей жизни, как с помощью нее заработать еще и денег. Поэтому так важно найти именно свою потоковую деятельность в своей жизни. И вот пункты, по которым ее можно определить. Эта деятельность приносит радость. Сложность этой деятельности нам по силам. Вы четко понимаете ее смысл. Вы четко понимаете, когда добиваетесь в этой деятельности успеха. То есть хорошо настроена обратная связь с положительным подкреплением в виде каких-то наград, ну или просто чего-то. Вам не хочется отвлекаться, и время летит незаметно. Усталость после этой деятельности не угнетающая, а удовлетворенная. Конечно, само потоковое состояние денег не приносит, но оно приносит ощущение радости и счастья, что в свою очередь дает силы и вдохновение заработать деньги. И как мне кажется, просто очень сильно поднимает в любом деле твои шансы на успех. Идея довольно простая, ее можно высказать за несколько минут, но в книге очень интересно рассказывается, почему наше сознание работает именно так, описываются механизмы. Рассказывается о научных исследованиях, которые доказывают существование этого самого потокового состояния. Искренне рекомендую эту книгу. Я купил ее в книжном за 600, в интернете видел аудиоверсии, просто книги рублей за 300-400. Идея того, что нужно заниматься в жизни тем, что нравится, конечно же, не нова. Она не будет для кого-то сенсацией, революции. Но лично у меня после прочтения этой книги все мысли встали на свои места. Все выстроилось в цепочку. Я понял не, что это нужно, а почему это нужно и как это работает. И это все слова и мысли крупного ученого, а не какого-нибудь гуру, на тренинг которого ты приехал в ДК, а когда тренинг закончился, он не уехал из ДК, потому что он работает в этом ДК сторожем. Удачи!